такие моменты идут что когда ты перестаешь есть то на какой-то там день на 2 на 5 на 3 там разная информация то ты становишься сверхчеловеком тебе становится очень легко тебе становится очень комфортно тебе становится ты такой легкий светящийся летящий и и это это бывает но это бывает на первых днях а потом у вас начинается чистка организма и когда начинается это чистка организма она такая достаточно достаточно разная у всех потому что это в зависимости от того на какой на какой стадии вас сейчас находится ваш организм были любила ли какое-нибудь медикаментозное лечение если в вашей крови какие-либо какие-либо лекарства и это нужно понимать что потому что сначала организм вы выводит лекарства и когда выводит лекарства вы вы начинаете быть как бы своей своем естественном состоянии в котором вы привыкли то есть когда вы не болеете когда у вас все хорошо но следующий этап это когда у вас идет смена полностью вашего бактериальной вашей бактериальной флоры когда у вас начинает чистится кровь чистится в той мере когда вы перестаете кушать когда она вычищает все воспалительные процессы которым вы привыкли не замечая этого и когда вот эти воспалительные процессы они начинают вас перерабатываются клетками то становится очень неприятно в организме достаточно больно достаточно некомфортно дискомфортно и эти состояния они точно также по-разному варьируются от того не надо так тише делать от того что вы находитесь в новом непривычном для вас состоянии до ломоты до ломоты в теле до ломоты в костях когда тянет сухожилие когда у вас начинают трескаться губы трескаться язык когда у вас начинают выпадать волосы когда у вас начинает быть в глазах песок когда у вас начинает формироваться новая эмаль на зубах да она формируется на сухих днях новая эмаль и когда у вас начинает без жидкости корни зубов как бы высыхать вот эти все микробные дела когда у вас начинают они воспаление как бы высыхать и это тоже больно то есть достаточно много процессов происходит в вашем теле на каждом дне и если вам это интересно если эфир этот сохранится потому что я еще раз повторюсь что я уже очень давно не уходила в эфир в инстаграм то я прям буду вам рассказывать пошагово если вы мне позадаете вопросы под этим эфиром потому что могу сказать абсолютно точно что каждый каждый день у вас происходит в организме новые новые процессы и когда меня спрашивают а не отличается ли чем-нибудь когда ты не ешь год от того когда ты не ешь 2 отличается отличается когда ты не ешь 2 того что с между два с половиной 2 и 7 2 и 8 3 3 3 с копейками отличается ребят и чем дольше вы остаетесь без еды тем быстрее у вас и вокруг вас происходят все процессы и тем больше происходит тех событий то есть если раньше ты мог на себя посмотреть еще месяц назад и думать ой блин вот я месяц назад еще был вот таким человеком ли было то когда ты убираешь еду то получается что чем больше ты находишься в этом состоянии то после двух лет особенно после трех лет у тебя каждый день наверное как за 10 идет у тебя идет столько открытий у тебя идет такой пласт подъема информации который на тебя ложатся ложится твоими знаниями и тебе порой кажется что ну как это ну как это еще еще вот здесь вот столько есть и и тебе начинает открываться вот эта вот сказка сказка которая не в смысле в хорошем смысле эта сказка не смысле в плохом именно в том смысле когда ты раньше не мог даже помыслить что такое существует не том что это убрать из своей жизни а даже помыслить не мог вообще в своей жизни что вообще в этой жизни такое существует когда ты начинаешь видеть это всё не изнутри, не снаружи, а ты становишься каждым моментом этого всего, каждым моментом, каждым моментом солнца, каждым моментом дождя, каждым моментом этого воздуха, когда ты становишься абсолютно всем, тебе не нужно придумывать себе картинку, что случилось с тобой, что случится с тобой, что ты видишь сейчас, ты становишься сам этой картинкой, Но чтобы прийти к этой картинке, достаточно трудоёмкий процесс, по крайней мере трудоёмкий был у меня и у моих ребят, которые переходят в иные видения себя, когда им становятся неинтересны эмоциональные какие-то моменты, связанные с едой. Но и когда мне говорят, а вы на всю жизнь в этом состоянии, или вы вернётесь, или что-то там с вами ещё случится, захотите там на какой-то период покушать, а потом обратно не кушать. Но вы знаете, ребят, этих вопросов не возникает. То есть потом уже не ставится каких-то планов, что ты будешь в этом состоянии столько-то или столько-то, ты просто живёшь. И когда тебе говорят, а может вы вернётесь к еде, вот это вот, наверное, такой вопрос, когда ты даже не знаешь, что на него ответить. И мне задали вопрос, а не бывает такое, что ты себя берёшь на слабо, а может быть ты не сможешь сегодня, не сможешь вернуться больше к еде, может быть ты вернёшься, чтобы себе что-то доказать. Да нет в этом состоянии никакого слабо, нет в этом состоянии никакого, а вдруг ты не сможешь что-то, а вдруг ты не сделаешь что-то. Тебе ничего не хочется доказывать, ни кому-то, ни самому себе. Вообще никому ничего не нужно доказывать. Ты и есть само доказательство для самого себя, потому что что есть вокруг тебя, кроме тебя. И когда мне приводят пример ребят, которые были на неедине два года, ещё какое-то время, и потом вернулись, чтобы что-то себе доказать, ну это, наверное, их путь. Я никого не буду никогда разбирать, осуждать, что-то там комментировать. Это не имеет никакого значения. Имеет значение только вы сами. И когда вы в этом состоянии, и когда вам говорят что-то, что происходит у других не так, как у вас, вы можете только порадоваться за то, что есть такое всё разное. И это здорово. И нет того, что как, ну как, в этом состоянии такого не бывает. Но это у меня не бывает. А почему я так сужаюсь, что у других может этого не быть? Или может быть? Это просто есть. Человек это сказал, и это не говорит о том, что он наврал. Если он это сказал, то он в этот момент, когда это говорил, он в это верил, как минимум. И он верил, что даже если с ним это не произошло, он сказал, то с ним это обязательно произойдёт. Это тоже его жизнь, его путь, его вера. И он имеет на это право. И это здорово, что такое тоже имеет место быть. Всё имеет место быть, ребят. Абсолютно всё. И когда вы будете в других состояниях, вы это поймёте, что нет ограничений. Как только есть ограничения, так сразу же вы находитесь в комнате. В какой-то комнате. Она может шикарная быть, она может быть хоть какой. Но это комната со стенами. Как только вы выходите из своих ограничений, вы смотрите туда, о, там есть вот такое. Туда, а там есть вот такое. И это не говорит о том, что это всё будет вам резонировать. Возможно, вы не такой человек. Вы уже всё равно человек, вы всё равно в этом теле. И у вас всё равно есть те какие-то, может быть, моральные какие-то устои. Может быть, физические какие-то ограничения с телом. Всякое может быть. Но если даже для вас это неприемлемо, вы это всё равно не будете осуждать. Потому что для другого это приемлемо. Для другого это его жизнь. И вы просто в позволении каждому, в первую очередь себе, жить такой жизнью, в которой на данный момент вы сейчас находитесь, вы сейчас живёте. Он сейчас живёт. Это просто есть. И ваш мир настолько большой, что в нём есть и благие люди, и очень замечательные, и злые, и ревнивые, и любящие, и убийцы, и те, которые рождают новые жизни, новые смыслы, новые проекты. И те, которые это всё убивают. И всё это, ваш мир настолько большой, что всё это есть в вашем мире. Без осуждения, без оскорбления, без того, что это правильно, это неправильно. Это просто есть. И вы просто опыляетесь через опыт любого другого, выходя на новый уровень себя. Юлечка написала, сегодня синхрон, у меня это откровение про знание, куда ещё круче. Здорово, да. Ребятки, пишите свои вопросы. Я сейчас, так как я вообще не помню, как пользоваться этой сетью, я сейчас попробую его сохранить. Он, наверное, сохранится, этот эфирчик, да? Если сохранится, то я буду ждать ваших вопросов, если вам интересно, как выходить на сухие дни, если вам интересно, что происходит, если вам интересно, почему я сделала такое название, что автономия — это неедение, это зло. Я вам расскажу о болевых точках, когда и что выходит, как правило, наружу. Как с этим жить, как с этим работать. Излюбленная тема про зубы, да, почему у меня брекеты. Растут ли зубы? Растут. Меняется ли что-то вокруг, что меняется, как с этим быть. А если я не хочу менять, а что будет со второй половинкой? А проще ли найти, будет вторую половинку, если у вас её нет. То есть на все эти вопросы мы тоже поделаем эфиры. Они есть у меня на YouTube-канале, очень много. Но я знаю, что многим интереснее было бы здесь смотреть. Значит, здесь что-то будем открывать. Я здесь просто очень редко бываю. Постараюсь, если у вас будет много вопросов, пойму, что здесь ещё всё живо. Всех всё интересует. То тогда здесь тоже буду выходить. И, конечно же, в телеграм-канале подписывайтесь. Там, наверное, больше информации, потому что не все соцсети позволяют что-либо выставлять. Но более лояльное на сегодняшний день это ТТГ. А я вас благодарю.